В Астане в это воскресенье состоится самый массовый забег. 600 спортсменов, причем не только из Казахстана, но и других стран, примут участие в благотворительном марафоне. В этом году BKS Air Astana пройдет в седьмой раз, поскольку это самый масштабный забег. В городе перекроют ряд улиц на левобережье. А вот по каким дорогам побегут атлеты, узнавала моя коллега Марина Шаповалова. Казахстанский забег не менее престижный, чем, к примеру, нью-йоркский, бостонский или лондонский. Благотворительный марафон BKS Air Astana в этом году объединил спортсменов из 18 стран мира. Это будет не только самый интернациональный, но и самый длинный кросс по дистанции в столице. Пробежать предстоит от 5 до 42 километров. 128 спортсменов приезжает из других стран. Во-первых, они хотят посмотреть экспорт. То есть для них это очень важно. Для нас это тоже не менее важно, что и иностранцы тоже. Поэтому маршрут мы по Хабамбатыра, чтобы они посмотрели, на кой стадии насыщивают. Они хотят посмотреть уже, когда уже и здания, и дома, и город преобразится совсем по-другому. В связи с забегом в столице будет ограничено движение. С 8 утра до 2 часов дня перекроют участки по проспекту Туран. От Кенесары, Сарар-Эрка до кольца аэропорта. По Кабамбай-Батыра. От кольца аэропорта до моста Караткель. И часть Кургальджинского шоссе. Чтобы заранее планировали свой маршрут. На площади Казакеля с 11 по 13 сентября будут проходить праздничные мероприятия. Движение перекрываться не будет. Но если будет большой наплыв горожан и гостей столицы, будет частично движение ограничено. Спортивное мероприятие приурочили к 550-летию казахского ханства. Главная цель не только пропаганда здорового образа жизни, но и сбор средств на помощь больным детям. Все деньги передадут благотворительный фонд Айала. Кстати, жители столицы выходные ожидают не только спортивное зрелище. По традиции перед торговым домом Мега пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию привезут сельчане из Южно-Казахстанской и Казалардинской областей.